Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире столицы Нижней. Студия Антон Ганин. Сегодня выпуски. Вирусы наступают. В Нижегородской области зафиксирован подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как избежать эпидемии? Депутаты регионального парламента надеются на помощь министра сельского хозяйства страны. В Нижегородске районный суд отказал в пересмотре графика заседания по делу Олега Сорокина. 27 миллиардов за 100 дней. Приволжская электронная таможня подвела первые итоги работы. В Нижегородской области фиксируют подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Учебный процесс приостановлен в 77 классах региона. Тем, у кого появились первые симптомы заболевания, специалисты рекомендуют незамедлительно обращаться к врачу. Их лучше вызывать на дом. Для этого сформирован отдельный штат докторов. Время их ожидания составляет около двух часов. Из-за увеличившегося числа заболевших гриппом и ОРВИ стационары закрыли для посещения, а в поликлиниках разворачивают противогриппозные отделения. Кроме того, в школах отменяют массовые мероприятия, а при появлении насморка у детей их отправляют домой, чтобы остановить развитие эпидемии. Вне зоны риска остаются только те, кто успел привиться. В 2018 году вакцинация охватила 44% жителей региона. Поскольку сейчас уже эпидемия вступает в достаточно активное русло, обращаем внимание нижегородцев на сокращение своих социальных контактов, а также избегать посещения мест, где есть больные люди, также максимально сократить, может быть, какие-то дополнительные секции образования, естественно, не водить больного ребенка и самим не посещать при наличии признаков респираторной инфекции организованные коллективы. Таким образом, мы сможем сократить количество инфекционных больных в детских учреждениях. Прививки нужно делать обязательно. Грипп – это опасное заболевание с различными возможными исходами, в том числе самыми тяжелыми, вплоть до летальных исходов. Мы много лет занимаемся вакцинальной работой. Мы видим прекрасный эффект от этих прививок. Те вакцинальные препараты, которые нам поступают, они качественно надежные и проверенные. Мы прививаемся сами, прививаем наших сотрудников, наших пациентов и обязательно всем рекомендуем привиться. Это надежно защитит вас от гриппа в период эпидемии. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области сегодня решили обратиться к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву с просьбой включить состав субсидируемых за трат российских организаций, расходы на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции водным транспортом. В частности, речь идет о речных и морских судах, а также судах смешанного плавания, построенных российскими судостроительными организациями с правом плавания под флагом Российской Федерации. По мнению депутатов, предполагаемое нововведение приведет к положительному эффекту в экономике региона. Мы говорим, что мы третья столица, но мы еще, кроме всего прочего, и водная столица, потому что, смотрите, у нас судостроительных заводов несколько, ремонтных заводов несколько, и, по сути дела, весь королевский флот, то есть пассажирский флот, он всегда был нижегородским. К сожалению, сейчас эта отрасль, ну, будем говорить, имеет серьезные проблемы, и мы сегодня планируем провести некую работу по реанимации, что ли, вот всех этих процессов, то есть и строительство, и ремонт судов, и судоходство. Приволжская электронная таможня выпустила почти 80 тысяч деклараций за первые 100 дней ее работы. Напомним, весь документ оборот пришел на цифровые технологии 24 октября прошлого года. Нижний стал первым городом, где пришли на новый формат работы. Тему продолжит Юрий Афров. Приволжская электронная таможня размещается на улице Родионова. Десятки сотрудников ежедневно принимают полторы тысячи товарных партий. В день они перечисляют в федеральный бюджет 300 миллионов рублей таможенных платежей. За 100 дней работы эта сумма превысила 27 миллиардов. Слаженные работы добивались с трудом, однако все равно бывают жалобы, которые оперативно отрабатываются. У нас за все время зафиксировано всего 12 жалоб на те или иные действия таможенных. К этому времени из этих 12 жалоб, ну они в разное время приходили в течение этого времени, из этих 12 жалоб рассмотрено у нас половина, то есть остальные продолжают рассматриваться. Из этих 6 жалоб мы отменили 3 решения. Напомним, декларацию обязаны подавать все участники Евроазиатского экономического союза. Некоторые делают это в автоматическом режиме. Среди самых популярных товаров, которые отправляют как на экспорт, так и на импорт, станки, комплектующие, различные компоненты и сырье на оформление всех документов уходят до 4 часов. При декларировании есть две основные операции, ну скажем так, две основные базовые операции. Они бьются на целый ряд еще других, но базовым является прием декларации и ее регистрация. И, собственно, выпуск товаров, то есть по завершению уже таможенного контроля. То есть с одной декларацией вот эти две базовые операции производятся. И между ними еще вот как бы целый, так сказать, перечень мероприятий. Создание электронных таможен позволяет без бумаг и беготни оформлять необходимые документы в одном месте. Юрий Афров, Никита Вертлин, столица Нижний. Нижегородский районный суд отказал в пересмотре графика заседания по делу Олега Сорокина. Несмотря на все доводы, изложенные адвокатом, судья отклонила его ходатайство. В феврале заседания будут проходить ежедневно с понедельника по пятницу с 9 утра. В таком режиме обвиняемые не могут встречаться с адвокатами, а также самостоятельно готовятся к заседаниям. Кроме того, в рамках заседания судья отказал в удовлетворении письменных заявлений подсудимого Романа Маркеева об отказе от услуг адвокатов по назначению. В рамках допроса Александра Новоселова, который проходит по делу в качестве потерпевшего, а также его супруги, государственный обвинитель указал на ряд несостыковок. Пока рано давать какие-то общие итоги этим показаниям, естественно. Но надо сказать, что, конечно, показания были довольно противоречивые внутри себя, и с материалами дела, и так далее. Об этом мы будем делать выводы в дальнейшем. Но надо сказать, что, к сожалению, суд снимал многие наши вопросы, которые были направлены на установление степени заинтересованности Новоселова, в том, чтобы по делу состоялся именно обвинительный приговор, в том смысле, что его не без пристрастности показаний, которые он дает. То есть мы пытались задавать вопросы, связанные с тем, какое отношение он имеет к свидетелям обвинения и так далее, какие у него материальные отношения с некоторыми свидетелями обвинения. Но суд эти вопросы на сегодняшний день снимает. Мы по этому поводу, в общем, тоже заявляли возражение, потому что, конечно, эти вопросы имеют существенное значение. Они говорят о том, насколько данным свидетелям можно доверять. Нижний Новгород с мастер-классом посетила организатор звездных свадеб Анна Городжия. В ее портфолио десятки необычных торжеств, которые она устроила для российских артистов, известных спортсменов и даже монарших особ. В числе ее клиентов обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин, король Малайзии Султан Мухаммад, пятый Фарис Петра и многие другие. С нижегородскими коллегами Анна поделилась своим опытом по организации свадеб в различных ценовых сегментах, а также рассказала им об одном из самых необычных торжеств, которые она организовала для селебрити. Оказалось, что далеко не всем нужны сотни гостей. Самая необычная была свадьба для Алены Водонаевой, свадьба в готическом стиле для двоих. Она проходила в Питере, на ней реально была только Алена, только Леша и только мы с директором Аленой как свидетели. Вот, она была готическая, у нас был филин, у нас был тяжелый дым, мы хотели даже летучих мышей привезти. Вот, была такая, такой был автомобиль-чайка, ретро-автомобиль, который оказался дороже даже, чем Ролл-Фройс. Я была в шоке, честно, что ретро-автомобиль такой дорогой. И это было действительно такое мероприятие, очень необычное, потому что такие церемонии на двоих, масштабные, пышные и модные, очень редко делают. На этом наш выпуск завершен. Больше новостей на нашем сайте snmedia.ru. В студии работал Антон Ганин. До встречи у Фили.